Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это третий выпуск нашего пути за локомотив в Лиге Чемпионов. Итак, после двух туров у нас отлично пока что идет беспроигрышная серия. Мы сыграли в ничью с Байером со счетом 3-3 и обыграли Атлетико Мадрид со счетом 2-1 у себя дома. Также сегодня дома мы принимаем на своем поле Ювентус, который находится сейчас на первой строчке, и в случае победы над этой командой мы возвышаемся на первую строчку с семью очками. Итак, что насчет состава, я вообще понятия не имею, кого ставить, потому что Жоамаре просто великолепно отыграл прошлый матч, так что пока что я абсолютно не знаю, то ли даже пожертвовать Антоном Мерничком, который играет сейчас слева, либо Алексеем, вот это без понятия, так что пишите также ваше мнение в комментариях, стоит ли выпускать Жоамарио намного чаще, но я все-таки поменяю, дать все-таки Алексей Меранчук выйдет чуть попозже, тогда сразу вот с первых минут сыграет Жоамарио, потому что думаю, что это что-то и должно дать. И вот он, Пименто Кальчо, Ювентус Экей, поехали. Итак, Черкизова снова, второй матч подряд у Локомотива, играем дома. Матч самый главный, наверное, для болельщиков футбола. Крещен Роналду приехал снова в Москву, был он уже и на чемпионате мира, и на Кубке Конфедерации, но вот теперь в составе Ювентуса он приезжает в гости к Локомотиву. Мы начинаем сразу, и я снова делаю эту же тактику, как и в матче с Атлетикой, идем в оборону. Но главное не потерять самых первых минут мяч и повладеть мячом. Жегаш Криховик. И дальний удар, хороший за штрафной, честно отбивает. Но это очень был сейчас опасный момент. Главное, что прошел он у Криховика. И в пределах, да, штрафной он пробил. Смолов на Баринова. И вот здесь вот Джоа Марио, отличный выход 1 на 1. Джоа, это 1-0. Локомотив выходит вперед в матче с Ювентусом, и главное нам теперь не потерять это преимущество и хотя бы его удержать. Но раз мы забили, друзья, первыми, мне кажется, мы должны хотя бы одно очко-то поиметь после этого матча. Ни в коем случае нам нельзя проигрывать. Но пока что отлично. Плохо, очень плохо отыграла оборона. Здесь Килини с Делифтом оба потерялись. И вот так вот Джоа Марио забивает свой второй гол. Если я не ошибаюсь, второй. За Локомотив, да, второй. Прошлую он решающим был, он вывел вперед Локомотив в матче против Атлетика. Но здесь тоже он стал ключевым. Именно этот гол на 13-й минуте открыл счет в этом матче. Пока что другой-то португалец, не дай бог, забьет. Просто они пытаются перейти на правую противоположную флангу от Кришчана Роналда. И какой удар Гилерман тащит. Опасный был сейчас, конечно, момент. Просто издалека Айрон Рэмзи решил пробить. Вот так вот ему еще и Манджукич оставил этот мяч. Прямо по центру практически. А вот сейчас мячом Джефферсон Фарфан. Он проходит Александро. Отличный дриблинг. И отлично здесь выпускает Фарфана вперед. Смолов. И это 2-0. Это 2-0. Локомотив обыгрывает Ювентус. И вот так вот. Я ничего сейчас специально не нажимал. Но Фарфан празднует стиль Лионеля Месси. И что на этот счет вообще подумает Кришчана Роналда? Во-первых, проигрывает его команда 2-0 Локомотиву. Понятно, что на выезде. Но Локомотив так, конечно, бы не играл в реальной жизни. Они проиграли со счетом 2-1. Локомотив Ювентусу. Благодаря 2-м голам Паула Дебалы. Но все-таки шикарная атака. Под конец еще и первого тайма. И мы ведем со счетом 2-0. И все. Свисток арбитра. Давайте мне вот интересно посмотреть на статистику вообще этого матча. Байер, кстати, играет в ничью с Атлетико Мадридом. По статистике у нас и ударов больше, и створ владеем почти на равных. Отбирает больше Ювентусе, естественно, нарушение у них. Оффсайдов больше у Ювентуса. Угловых на один больше тоже у Ювентус. Точность ударов у нас повыше, как и точность пасов. То есть мы по всем относительным показателям превосходим Ювентус. Не знаю, что будет сейчас во втором тайме. Какие расстановки новые. Может, так какую-то изменит Мауди Цесари. Но он должен это будет сделать. Ну, а, кстати, сейчас Фарфан мог отобрать мяч в этой передаче для Крещана Роналда. Вторая попытка тоже была сейчас безуспешной. Креховик. Отлично. Жоу Марио. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Крещан Роналда забивает. Вот так вот быстро мы потеряли мяч. И португалец свое Си все-таки скажет на РЖД арене в Черкизово. Все-таки болельщики Ювентуса не уедут. Здесь они, конечно, приехали на этот матч без гола Роналду. Никуда они не уедут. 2-1. И Рыбус отлично. Отлично. Рыбус на цель Рыбус. И видит же подключение. И забивает Федор Смолов. Это 3-1. И это Локомотив. И вот так вот, как Федор Смолов сейчас отпразднует, как Артем Дюба, отдает честь и болельщикам, и главному тренеру, который выставил все-таки на этот матч. Но Федор Смолов действительно единственный такой высокорейтинговый нападающий в Локомотиве. И прямо по центру, прямо под перекладин. Давайте все-таки заменим Федю Смолову. Он устал. Выпустим Эдера. Может быть, все-таки он... Сейчас посмотрим, как сыграют два португальца в нападении на поле. Один у Ювентуса, один у Локомотива. Но Феде тоже нужно отдыхать. Он отлично играет. Кстати, в последних матчах вот Атлетика забивал. Забил также Байрун. Он во всех практически уже матчах забивает. Ой, какой опасный вынос. Сейчас мяча Гильерме тащит. Нет. Вот, это снова моя ошибка. Роналду забивает дубль уже. 75-я минута. Давайте сделаем замены. Выпущу все-таки вместо Жоамарева. Теперь там можно как раз Алексея Мирончука выпустить. Ну и также, наверное, все-таки вместо Криховика я выпущу Алексея Коломейцева. Ну а Роналду на двух таких вот прям ошибках у Локомотива, которые у меня все равно случаются. Не знаю, зачем отдали вообще на вратаря. Вот именно этот передач. На него уже сразу Роналду мяч попадает. Ну и все. По пустым воротам уже за добивание Роналду забивает. Ну и меняют. Здесь Жоамаре уходит и Джегеш Криховик. Все. Победа со счетом 3-2 над Ювентусом. У себя дома. Две победы, друзья, у Локомотива подряд на групповой стадии. Над такими прям грандами. И это отлично. Мацерюга есть оценка 9-2. Лучший игрок. Ну это действительно было видно. Он отлично подключался. Один голевой пас он отдал. Пасы, посмотри, 10 отдал из 16. Чарлука здесь, конечно, Дайбаринов получше отыграли. Именно по пасам. Обводки он еще пытался делать. Отборы 3 из 4. Но это лучший сейчас именно в позиции защиты у него отбора. Но так что, мне кажется, он заслуженно действительно получил. По ударам мы превозошли. Ювентус, как и в первом тайме, владение все так же ставало за ними. Отборы на равных. Кстати, вышли угловые. Больше мы подавали. Точность ударов больше у Ювентуса. Ну и точность пасов тоже у нас упала. Но все равно это нам не помешало победить. А Байер проиграл Атлетико. И это нам в плюс. Потому что Байер теперь теряет очки свои. Которые получили с нами в ничьей. Но Атлетико набирает свою первую победу. И вот так вот сейчас выглядит наша турнирная таблица. Локомотив на первой строчке. На второй идет Ювентус. Скачан Роналда, кстати, который теперь на второй строчке в гонке бомбардиров. Атлетико на третьей с тремя очками. И Байер на последней с одним очком. Которую мы им все-таки вот и дали, к сожалению. У нас будет четвертый тур. Мы прошли уже половину группового этапа. Если все так же будет продолжаться, мне это очень будет нравиться. Даже если мы с первой строчки сможем выйти. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok